Тосеру часовой год. Для города, чье главное предприятие сократило порядка 7 тысяч человек, получение статуса – это шанс остановить отток населения, считают исследователи. В течение года резидентами стали 4 предприятия малого бизнеса. Суммарно это около 300 рабочих мест. По словам главы района Сергея Белова, к 2020 году в планах увеличить показатель в три раза. Это точно более тысячи рабочих мест, и это вложение порядка более 10 миллиардов, я бы так сказал. Главный аргумент для инвесторов – налоговые льготы. В первые пять лет резидент платит только 5% налога на прибыль. Страховые взносы первые три года – 7,5%. Никаких отчислений на имущество и землю. Предприятию «Белый камень» это позволило инвестировать в производство около 15 миллионов рублей. За полгода было создано 74 рабочих места. В настоящее время дополнительные места еще создаются. Было закуплено определенное оборудование, которое мы сейчас видим, успешно работает. Приобретен первичный узел РСЕВА, что позволило нам улучшить качество готовой продукции. Также дальше идет модернизация нашего карьера. Закуплено новое оборудование, которое также будет устанавливаться в карьере для увеличения производительности. В планах компании – запуск второй линии и увеличение объемов до миллиона тонн продукции в год. Это позволит создать порядка 170 рабочих мест. У первого резидента ТАСЭР – завода по восстановлению труб – трудится более 80 человек. Новые цеха принесут еще 20. Производственный сектор несет за собой все остальное. Вот он появился, какое-то производственное предприятие. И, соответственно, вокруг инфраструктура начинает тоже обрастать. То есть это какие-то вспомогательные службы, какие-то ремонтные, строительные. Вот это все даже вплоть до того, что какой-то пищеблок появляется. И в планах еще строительство швейной фабрики. Михаил Молоков уверяет, фабрика загрузит не менее 100 человек. Его планы на Часовой грандиозные. Но не всем условия ТАСЭРа оказались интересными. Так в феврале производитель игрового оборудования АВИРа заявил о резидентстве в Бакале, Челябинской области. Основная разница в том, что в Часовом надо платить налог на прибыль, а в Бакале нет. Плюс, соответственно, льготы идут по специальным выплатам. Ну, налоги, что фонд не платится. Они объяснили все выгоды, которые получат наши предприятия, если мы отправим в их регионе. Это раз. Во-вторых, администрация очень помогает как раз именно вот в таких вопросах, как аренда, рассказывает по рабочим силам. Плюс, соответственно, всячески юридическую помощь оказывают, то есть консультируют. Где лучше, где быстрее, у каких нотариусов. Директор Центра инвестиций в Часовом Евгений Стеклов считает, вопрос с отказниками можно решить путем создания индустриальных парков. По его мнению, сегодня инвесторам интересна именно инфраструктура. Где находится, к примеру, газовая труба, канализация, вода, электричество есть, подстанция, к которой можно подключиться. То есть они ищут уже готовые места для реализации своих проектов. В идеале, конечно, это браундфилбы. На территории Пермского края на сегодняшний день еще ни одного индустриального парка не создано. Но ведется работа по линии Министерства промышленности. Отсутствие инфраструктуры – это общая проблема для многих моногородов России, считают исследователи. Если свести выводы аналитиков воедино, сами моногорода оказались попросту не готовы к работе. Мало назвать моногород ТСРом, должна быть проведена комплексная подготовительная работа, чтобы в город пришли и инвестиции, и население не уезжало. Сейчас этой базы у моногородов нет. Торы, которые созданы в 2016-2017 годах, тоже не демонстрируют особые успехи. Меры принимаются точечно. Несмотря на планы Чусовской администрации и самих резидентов увеличивать объемы производства и количество рабочих мест, исследователи говорят, что проблему оттока, а особенно молодежи, это не решит. Городу нужен не малый бизнес, а крупный производитель. Малый бизнес ситуацию не спасет. Сколько бы резидентов маленьких не завели, упор нужно делать на крупный и средний бизнес. Пусть это будет не второе городообразующее предприятие, но тем не менее средний бизнес более значим. Особенно для молодежи, которая продолжает убывать. Она убывает в количестве 1800 человек каждый год. Часть не возвращается из-за отсутствия мест с хорошей оплатой труда. Пока единственным субъектом среднего предпринимательства может стать тепличный комбинат. По словам главы района, это 70 гектаров земли, 7 миллиардов положений и трудоустройство 400 человек. В рекаме, возможно, появятся еще три Тацера. В Нытве, в Краснобишерске и Юго-Камском. Их судьба станет ясна ближе к июлю. Сами чусовляне, согласно исследованию социологов, стали менее критично относиться к родному городу. Если в прошлом году доля недовольных положением дел составляла 77%, то сейчас уже 53%. Но специалисты относятся к этому со скепсисом. Жители Чусового поверили в будущее позитивное изменение. Но если этого не произойдет, доверие к власти сойдет на нет. Артур Максимов, Василий Дулепинский, Павел Киселев, РБК Пермь.